Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время доложили руководители структурных подразделений и ресурсоснабжающих организаций. Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодня те вопросы, которые мы будем обсуждать, очень важный вопрос у нас в этом году. Большое количество вводных новых объектов социальной инфраструктуры, это сады, школы и подготовка к первому сентября. Очень важна, главное, чтобы все было выполнено в срок, качественно. Всего в текущем году запланировано к открытию 11 социально важных объектов образования. Это 4 школы в общей вместимостью 4670 мест, 6 детских садов в общей вместимостью 1430 мест и проведение капитального ремонта 18-й гимназии. По педагогам, по отбору коллектива у нас успеваем все. На сегодня уже практически все те вакансии, которые были озвучены, заполнены. Думаем, что ко второму сентября, как раз к торжественным линейкам, все педагоги будут на своих местах вместе со своими детьми. Подготовка к отопительному сезону следующего года, как она проходит, где меняем, какие трассы. График подготовки к осенне-зимнему периоду. По состоянию на 1 июня достигнут показатель в 15%, к 1 июля этот показатель будет равняться уже 30%. До 1 сентября мы взяли на себя обязательство полностью подготовить городской округ Люберцы к началу отопительного сезона. На текущую неделю для информирования жителей и коллег начинается работа по капитальному ремонту следующих участков тепловых сетей. Это в Красково на КСЗ, дом 24-27, в поселке Октябрьском, улица Пролетарская у дома 5 и на улице Побратимов, города Люберцы. Также на этой неделе планируется остановка котельной в поселке Калинино для работ по опрессовке данной котельной и гидравлических испытаний сетей диаметром 500 мм от данной котельной до подконечных потребителей. Вопросы, связанные с содержанием уличной дорожной сети. Представляю вашему вниманию выполнение поручения губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева работы по организации дополнительного парковочного пространства возле парка Малаховское озеро. Работы выполнены подряд на организации ООО «МСК Дорстрой». Обустроено дополнительных 15 машин и мест. Площадь парковки составила 400 квадратных метров. Большая работа проделана. Мы выходили туда на прошлой неделе. Было два места. Сделали в одном пока только, асфальтировали. Второе когда делаем? На этой неделе? Второе запланировано, Владимир Михайлович. Там сейчас нужно будет опилить деревья. Срок когда? Срок, я думаю, две недели максимум. Две недели хорошие, достаточно быстро, срок понятный. На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на муниципальных дорогах по улице Камова, Мира, Побратимов, Льва-Толстого, Волковский проезд. Общей площадью 115 квадратных метров. Далее сообщаю, что на региональных дорогах также проводятся работы по устранению ямочности. С начала года по текущий период на региональной сети отремонтировано 2094 ямы. Общей площадью 5401 квадратный метр. Подряд на организации будут продолжены работы по ямочному ремонту на региональной дороге Латкаринское шоссе. Всего будет отремонтировано 101 квадратный метр дорожного полотна. В преддверии нашего главного праздника Дня России с праздником. И, конечно же, неделя у нас такая разорванная. Просьба не расслабляться, так как те осадки, которые синоптики нам прогнозируют, будут рекордные. Поэтому все, что связано с ливневками, Евгений Ильич, все, что связано с какими-то авариями, обрывами, не дай бог, где-то что-то будет сломано. Константин Михайлович, все службы должны быть во всеоружии. Праздник праздником, а у ЖКХ работа всегда есть. Поэтому всех с наступающим праздником. Хорошей недели.